Здравствуйте, я Елена Селиверстова, бриллиантовый директор компании «Фаберлик», живой работой в Новосибирске. На протяжении нескольких лет лидеры моей команды занимают верхние срочки в рейтингах рекрутеров не только нашего города, но и Сибири. А так как я, будучи наставником, отрабатываю в режиме тренинга совместного действия почти со всеми своими новыми партнерами разные методы рекрутинга, активные и пассивные, как онлайн, так и оффлайн, то мне известна статистика. Конечно, эффективность метода зависит от многих факторов – навыка консультанта, временного периода, конкретной ситуации. Но в любом случае, какие бы условия у нас ни были, метод, о котором я сейчас расскажу, один из самых результативных. Освоив его, вы очень быстро увеличите свои структуры и, как следствие, свой товарооборот. Вот. Догадываетесь? Это метод работы с каталогом. Мы в команде называем его «каталог плюс». В основе нашего метода лежит метод «попади в десятку». Раздал 10 каталогов, на следующий день собрал, получил заказы, вновь раздал. То есть через каталог поиск клиента. В нашем случае через каталог рекрутирования. Советую взять этот метод в свой арсенал еще и потому, что именно сейчас, в период действия акции «Подарок 1000 рублей новому покупателю» важен живой контакт с потенциальным новачком. Важна реальная встреча, когда можно продемонстрировать ассортимент каталога, показать выгоды, обменяться мнениями, ответить на вопросы здесь и сейчас. Имея в своих руках с одной стороны такой инструмент, как эта акция, с другой стороны этот метод рекрутинга, ваши финансовые показатели увеличатся в разы. Начну с алгоритма. Следовать алгоритму – основа успеха в любом деле. Рекрутинг – не исключение. Чтобы стать профессионалом, необходимо строго придерживаться алгоритма. Это как пища ладья. Замечали? У одних они пышные, у других худые, плотные. Почему? Нарушен алгоритм. Либо соду не в тот черед положили, либо в чем-то другом от рецепта отошли. Поэтому внимательно слушайте и записывайте. Первый этап – подготовительный. Начните с подготовки, собственно, инструментов. Купите каталоги. Я советую минимум 15. Один, чтобы дома лежал запасной. Один в сумочке. И 13 запускаете в работу. Потому что, как правило, один-два потенциальных партнера или клиента вовремя не возвращают каталог. Просите заставить еще на день. Поэтому ежедневно работать у вас так останется. 10-12 штук. Затем приготовьте эти каталоги, чтобы они отличались от сотен других не только содержанием, но и внешним видом. Заполните визитку на последней обложке каталога. Запишите свое имя, фамилия, телефон. Делайте это аккуратно. Каталог – наше лицо. Поэтому помните, что первые, последние страницы и развороты особенно важны. Как показывают исследования, клиент сегодня выбирает то, что считает достаточно эксклюзивным. И от того, какой вид у нашего каталога, от того, каким его увидит клиент, зависит и впечатление, и результат. Так как люди намного больше верят тому, что видят, чем тому, что слышат. Следовательно, каталог должен выглядеть стильно, свеже, немятым. А мы общаться с каталогом должны элегантно, как с эксклюзивным предметом. Вложите в него анкету для регистрации, для оформления дисконтной карты. Прикрепите бланк для оформления заказа. И, конечно же, предварительно изучите содержание, акции, бонусы за покупку, специальные цены, наборы, новинки. Кстати, о новинках. По возможности их нужно оценить на себе. В каждом каталоге сделайте несколько закладок из цветной бумаги. Или приклейте стикеры. Например, с такими фразами. Обрати внимание, выгодно или мой любимый продукт. Только немного. Помните о стиле. Ориентируйтесь на ту целевую аудиторию, к кому идете. Не пожалейте своего драгоценного времени для этого такта. И оно у вас с лихвой окупится. Ну вот, сделали. Взгляните еще раз на свой каталог с любовью. Возможно, он вам подскажет еще какие-то варианты, как его выделить среди других. Далее определите, где будете раздавать кому, когда, то есть маршрут, целевая аудитория и время. Составляя маршрут, включите все учреждения, магазины, парикмахерские, аптеки, офисы, салоны связи. Все на вашем пути. Даже в одной организации запланируйте заглянуть в каждый кабинет. Практика показывает, что коллеги не всегда передают даже информацию друг другу из-за дела в отдел, а тем более чужой каталог. Не пропустите ни одной двери. Работать я рекомендую с каталогом с половины одиннадцатого до половины первого дня, потому что многие в это время прерываются на чаепитие или короткий отдых, так как основная или срочная работа уже сделана, выполнено задание от руководителя, и они расслабляются. В нашей структуре именно в эти часы самая лучшая статистика. Расчертите обязательно с собой таблицу, график движения каталогов и пронумеруйте каталоги. Не забудьте взять с собой блокнот для заказов клиентов, бланки для регистрации и обязательно запасную ручку. Далее, продумайте свой внешний вид. Это ваша визитная карточка. От того, какое первое впечатление вы произведете на потенциального новичка, будет зависеть успех вашей с ним встречи. Аккуратный маникюр, макияж, прическа, деловой стиль. Вы – лицо компании Фаберлик. Теперь внутренний настрой. Отношение к каталогу, отношение к делу, которое делаете. Это тоже очень важно при подготовке. Не стесняйтесь. Вы ничего не делаете плохого. Вы не сплетни распространяете. Вы несете людям информацию о российской компании, о качественном продукте, о выгодах сотрудничества с Фаберлик. Каталог – это ваш магазин. Причем гипермаркет. Причем качественных. Зачастую эксклюзивных товаров. 15 категорий товара. 5000 наименований. Гордитесь этим. Настроились. Ну и заканчиваем подготовку отношением к отказам. Открою секрет, что все-все люди точно не возьмут каталог. А из тех, кто возьмет, точно не все сделают заказ. А тем более, не все зарегистрируются. Поэтому формируйте правильное отношение к отказам. Отказали. Ну что ж. Не сегодня. Следующий. Не тратим время на переживания. Помните про статистику. Она нарабатывается. С каждым каталогом будет лучше и лучше. Приготовились. Еще раз проверили готовность. И переходим ко второму этапу. Работа в поле. Такое условное название. Как правило, этот этап состоит из двух встреч с потенциальным клиентом. Ваша цель на этом этапе не просто оставить каталог для ознакомления и получить заказ. Ваша главная цель – рекрутирование. А это значит, вам необходимо взять контакт у потенциальных новичков и зарегистрировать. Двигаясь по запланированному маршруту, заходите во все учреждения. Подошли к пункту назначения. То, что у вас по плану. Перед дверью настроились, улыбнулись и открыли дверь. Если в помещении несколько человек, быстро выбирайте того, с кем с первой секунды установлен контакт. Кстати, о контакте. Это очень важный шаг. Всегда начинайте с формирования правильного эмоционального уровня. Сам контакт – это не обязательно должны быть слова. Иногда хватит встретиться взглядом, улыбнуться. Посмотрите на собеседника. И добейтесь, чтобы собеседник ответил взглядом или улыбкой. Считается отсутствием профессионализма не смотреть в лицо, когда обращаетесь, когда отдаете каталог. Используйте технику глаза в глаза. Итак, контакт случился. Далее – приветствие, комплимент. Уточните, может ли человек вам уделить минутку времени. Представьтесь. Затем сообщите о цели визита и переходите, собственно, к предложению. Как я, например, это делаю? Здравствуйте, я менеджер Фаберлик. Провожу рекламную кампанию, предлагаю познакомиться с нашим ассортиментом, с нашими выгодными акциями и оформить дисконтную карту. Что-то из этого, в принципе, может быть вам интересно. Оставлю каталог для ознакомления и протягиваю каталог. Постарайтесь дать понять, что не сейчас вы начнете проводить длинную презентацию. И вот после реакции собеседника должно произойти, собственно, знакомство. Я Елена Селиверстова. Как к вам обращаться? И узнаете ее имя. Далее. Приготовьте заранее несколько вопросов для начала разговора. Ну, например, вы любите получать подарки? Этот вопрос сегодня актуальным, поскольку нам есть, что предложить. Акция на тысячу рублей просто бомбическая. Или так. Вы любите смотреть каталоги? Знакома с Фаберлик? Если человек говорит знаком, когда последний раз видели наш каталог? Часто отвечают недавно. А вы спросите, этот? И вы увидите интерес. Чаще всего не этот. Есть свой консультант? Спрашиваю. Слышали про акцию? Все. Разговор завязался. Вы заинтересовали. А вот если ответ был нет, не видела каталог, то непорядок. Переходите в шутку. Как можно не знать о Фаберлик? И предложите. Я коротко могу познакомить вас. Что для вас сейчас более актуально? И выводим на потребности. Мой совет. Помните, что если придется вынимать каталог из сумки при потенциальных новичках, то держите его крепко за обе обложки. Иначе вынимаешь не каталог, а кучу страниц, которые тянутся во все стороны. И это не совсем эксклюзивно. Мелочь? Нет. Это влияние. Влияние, которое намного важнее, чем информация. И еще. Демонстрируя каталог, по мере возможности постарайтесь, чтобы он не висел в воздухе, а лежал. Лежал на столике, на коленях или на руке. Только так возможно показать полный разворот. И еще один момент. Демонстрируя, покажите, как он устроен. Обратите внимание на ваши закладки. На цветовые линии в самом каталоге для быстрого поиска нужного продукта. Расскажите, как этим всем пользоваться. Неизначай откройте каталог на развороте с анкетой для оформления карты. И, конечно же, акция. Акция «Тысяча рублей в подарок» сегодня это очень-очень работающий инструмент. Не упускайте шанс. До девятого периода можно только на этой акции удвоить структуру. Помните о цели. Итак, выявили потребности. Четко сформулировали предложение. Дайте право выбора человеку. Будь клиентом или привилегированным покупателем. Каталог оставляю только в том случае, если в обмен мне дали контакт. Имя, номер телефона. И, уходя, я уже обращаюсь по имени. Например, «Мария, я к вам зайду через часок. Успеете принять решение или завтра зайти? Мой телефон на каталоге. Звоните, если я нужна буду вам раньше или появятся вопросы». И затем поблагодарите за то, что с вами нашли время пообщаться. Выйдя от потенциального новичка, закрыв дверь, обязательно заполните таблицу. Сделайте примечание о контакте. И таким образом раздайте все каталоги. Обязательно помечайте в своей таблице, какой по номеру каталог и где оставили. Работа с пронумерованными каталогами сохранит ваши деньги. Вы не забудете, в каком месте остался ваш инструмент. Забирать и отрабатывать контакт тоже нужно вовремя. Стремитесь сделать это в тот же день, но не позднее, чем через 48 часов. Помните, что каталог – это ваши вложенные деньги. Они должны работать на вас. Не могут каталоги лежать дома, если вы делаете бизнес. Ежедневно нужно раздать минимум 10 каталогов. Раздали, собрали и вновь раздали в этот же день. Итак, подошло время сбора каталога. Помните о цели – зарегистрировать. И уже если не получится, то тогда взять заказ. Третий вариант лишь в крайнем случае. Перед повторной встречей посмотрите свои записи в таблице. Вспомните имя, о чем говорили. И заходите к потенциальному новичку уверенно. Всем своим видом показывая, что вам отказать невозможно. Вновь нужно установить контакт – улыбка, вопрос или шутка, обращение по имени. Мария, вам удалось посмотреть каталог? Если нет, спросите, почему не удалось. Скажите, что вам это нужно для статистики. Если не было времени, предложите оставить еще на какой-то период. А если да, посмотрели, поинтересуйтесь. Что понравилось? Похвалите выбор. Спросите, вам интересна акция для новых покупателей с подарком в тысячу рублей. Будем оформлять дисконтную карту? Если не захочет зарегистрироваться, ну что ж, пополняем базу клиента. Кстати, в этот момент, при этом методе, когда вы сначала предлагаете зарегистрироваться, а затем товар, больше заказов. Потому что отказав один раз, когда он отказался регистрироваться, обычно неудобно человеку отказывать второй раз. И он обязательно делает заказ. Прощаемся. Говорим о готовности принять заказ, обслужить как своего самого любимого клиента и также ответить на все вопросы по продукции. Вот если ничего не заинтересовало, выясните причину. Скажите, мне это важно для статистики. Оставьте свою листовку или ретро-каталог. Скажите, зато теперь мы с вами знакомы. И когда вам что-то понадобится из нашего ассортимента, вы будете знать, к кому обратиться. Спросите утвердительно. Я вам принесу будущий каталог для ознакомления? И еще совет. Помните о рекомендациях. Предложите показать каталог родственникам, друзьям. Укажите на интересные акции. Укажите на это предложение наше. Тысяча рублей. Может быть, кому-нибудь из ваших знакомых интересно будет посмотреть каталог? Вот моя визитка. И если вы меня кому-нибудь порекомендуете, я буду вам благодарна. Пошутите. Предложите подарок. Скажите, что в долгу не останетесь. Как закончить? Спасибо, Мария, что уделили время. Или так. Я благодарна вам за то, что вы нашли время со мной пообщаться. Будем знакомы. Вот и вся суть метода. Акцент на рекрутинг. Заинтересовали через ассортимент, через каталог, через продукт. Предложили дисконт. Получили согласие. Все. Дальше дело техники. Достаем телефон. Открываем мобильное приложение. Вводим данные. Поздравляем. Я ваш персональный помощник. Вы стали привилегированным покупателем. Вам, как новому покупателю, сегодня советую обратить внимание вот на эту акцию. И показываем эту акцию тысячу рублей еще раз. Здорово, конечно, если получится коротко рассказать о возможностях сотрудничества с компанией вот в эту минуту. Но в любом случае договоритесь о повторной встрече или звонке. Конечно, понятно, что рекрутинг через каталог, рекрутинг через продукт – это чаще на позицию привилегированного покупателя. Очевидно, что когда рекрутируем через предложение бизнес, наша структура растет быстрее. Но если вы еще не готовы звать на бизнес, если вы не сформулировали еще свое уникальное бизнес-предложение, то вырастить структуру можно через увеличение количества именно привилегированных покупателей. И тогда этот метод очень подходящий. Как быстро вы его освоите, усвоите, зависит от вас. Но в любом случае делайте. Делайте, пока есть такой инструмент от компании. Ведь с таким инструментом, с такой акцией статистика лучше. Кстати, важно ввести статистику, сколько роздано каталогов, собрано контактов, зарегистрированных, сколько новых партнеров появилось, заказов в баллах, рублях, доход. Все пишите, считайте. Когда вы увидите, что статистика от каталога к каталогу будет меняться, она будет становиться лучше, вы будете более уверены идти с новыми каталогами. Ну и последнее. Включайте в работу этим методом своих ключевых бизнес-партнеров. Включайте членов своей команды. И продолжайте участие в марафоне рекрутинга. Пройдите весь марафон. Обязательно выполняйте домашние задания, которые будут выкладываться ежедневно на официальных каналах компании. Попробуйте все предложенные вам инструменты для работы. Анализируйте. Выбирайте для себя самый результативный метод. Я желаю вам при минимальном вложении времени получать максимальные результаты. А для этого рекрутируйте ежедневно разными методами. И вы заметите, как легче и проще становится с каждым днем. И, конечно, почувствуете стремительный рост вашего дохода. Чего я вам искренне желаю. Здравствуйте, страна Фаберлик. Этот прямой эфир проведу с вами я, Смолярова Ирина, Серебряный, директор компании. Тема моего сегодняшнего эфира – это организация рекрутинга на городских мероприятиях и местах скопления людей. Дело в том, что именно этот метод рекрутинга для нашей структуры является самым успешным, самым результативным. И благодаря ему мы часто занимаем первые места в рейтингах нашего, не только нашей Иркутской области, но и нашего региона. Для того, чтобы этот метод сработал на 100%, вам необходимо соблюсти некоторые важные пункты. Вот здесь вот я для вас их переписала. Можно будет их потом для себя также подчеркнуть. Но более подробно сейчас расскажу о каждом в отдельности. Итак, первое, что нам нужно – это знать план городских мероприятий. Вы скажете, откуда я могу знать план городских мероприятий, ведь я же не являюсь главой города, либо не нахожусь в администрации. На самом деле, всегда можно прийти в администрацию города. Это отдел культуры, это торговый отдел, это отдел по работе с молодежью. И в каждом этом отделе есть свой план мероприятий, который они предлагают жителям вашего города. И посмотреть, а где вы можете принять участие. Честно вам хочу сказать, что мы уже принимаем участие практически во всех мероприятиях. Неважно, очень сильно оно касается нашей тематики Фаберлик, либо не очень сильно оно касается. Мы всегда найдем повод о себе заявить. Более того, если сначала вы приходите и просите разрешения, позвольте, пожалуйста, мы будем участвовать в этом мероприятии, ну, каком-либо мероприятии, то чем чаще вы помелькаете в администрации города, общаетесь с руководителем, то тем быстрее они увидят вас как лицо компании Фаберлик, как достойного представителя на их каких-то мероприятиях. И пройдет немножко времени, и они сами начнут искать вас для того, чтобы пригласить на свои вот эти вот мероприятия и сделать вас таким украшением, подарком для горожан. Так что смелее осваивайте коридоры власти в плане предложения своих интересных услуг. Следующее, что нам нужно, обязательно подготовиться к этому мероприятию городскому, на котором мы будем принимать участие, в плане материалов раздаточных. А что мы обычно используем как раздаточные материалы? Как правило, основной раздаточный материал у нас это каталоги предыдущих периодов. Каждый каталог обязательно должен быть подписан, и, ну, собственно, без этого нет смысла идти на мероприятие, потому что люди, получив ваш раздаточный материал, могут не подойти непосредственно сразу сейчас к вам, а захотите обратиться к вам чуть позже, и если ваш координат не будет на раздаточном материале, то, ну, работа будет не очень эффективной. Кроме того, раздаткой может служить не только печатное, но и, так мы называем, натуральный раздаточный материал. У нас вот есть всегда такой в запасе волшебный сундучок, куда мы, который мы вот так вот раскрываем на своих мероприятиях, и где у нас есть пробнички средств для волос, пробнички парфюма, пробнички кремов. Это мы тоже очень активно используем для предложения людям на городских мероприятиях. Кроме того, и бывают еще в зависимости от тематики мероприятия различные какие-то интересные завлекалочки. Ну, допустим, если мы идем на детское мероприятие, то мы можем взять с собой шарики. Ну, как правило, шарики у нас практически всегда присутствуют на наших мероприятиях, потому что куда идут взрослые, обычно все мероприятия проходят выходные, обычно они с собой берут детей, и вот такие вот детские какие-то завлекалки, они очень хорошо работают и на родителей. Кроме того, чтобы ребенок, допустим, задержался у вас, да, вы можете организовать какую-то зону для ребятишек, там, не знаю, стол с рисованием, какие-то там лепки, ну, в общем, все что угодно. На одном из мероприятий мы даже устроили детский такой салон красоты, где мы, пока маму смотрела там наше предложение, а мы заплетали косички девочкам, ну, и там рисовали, рисовали мальчикам на лицах нашими же продуктами, нашими карандашами различные картинки, то есть такой фейс-арт был. А что еще необходимо? Когда вы этим запаслись, то очень важно, чтобы у вас было, куда собирать заказы, куда собирать контакты ваших потенциальных потребителей. Для этого, конечно же, нам с вами нужны анкеты, бланки для сбора контактов. Но, как правило, вы знаете, сейчас вот эти вот анкеты и бланки для сбора контактов мы используем не совсем по своему основному назначению, а, конечно, да, мы записываем в них данные человека, но очень часто вот эти бланки мы используем для того, чтобы записать пометки после разговора с человеком. Ну, допустим, подошла к нам женщина, у нее там двое ребятишек и двое еще в коляске. Мы пишем многодетная мама, ну, там, два близнеца. А подошла к нам женщина в возрасте, ухоженная. Мы точно так же записываем, там, женщина 50+, ухоженная, там, двое внуков, потому что обычно в разговоре это очень часто там промелькивает еще что-то. Подошел мужчина подобрать своей супруге что-то, да. Точно так же записываем, ну, например, записали данные супруги, но пишем, что подходил ее муж, очень заботливый, любит жену. И, в общем, вот любые, все, что вы посчитаете важным и нужным записать об этом клиенте, чтобы потом для вас это была зацепочка, когда вы будете ему звонить чуть позже, да, и напомнили не просто, что вы представитель компании «Фаберлик», да, а можно сказать, тему, на которую вы общались, можно какой-то крючок, да, что вот я увидела вас там с четырьмя ребятишками, и у меня есть поэтому для вас предложение. И, конечно же, очень важно, когда вы выходите на такие городские мероприятия не один, а со своей командой. И поэтому пункт номер четыре, я его выделила вот таким вот красным цветом, это ваша команда, с которой вы пойдете на это мероприятие. У нас в структуре так уж завелось, что есть уже такая слаженная команда, которая ходит на все мероприятия, которая планирует эти мероприятия, но мы не забываем перед тем, как пойти на городское мероприятие, обязательно кинуть клич в наши группы, в которых находятся люди, которые присматриваются к нам, смотрят, что мы делаем, пишут какие-то комментарии или не пишут, а просто сидят и наблюдают за всем, что у нас происходит. И вот именно в такие группы мы периодически, ну не периодически, а перед каждым мероприятием пишем приглашение присоединиться к нам на городское мероприятие. Говорим о том, что мы их научим, говорим о том, что они пойдут не одни, а вот с такими вот уже опытными организаторами мероприятия, с опытными рекрутерами. Говорим о том, что они там получат. Во-первых, либо это может быть навык рекрутинга вот на таких мероприятиях, либо это может быть вообще начало их пути в бизнесе с компанией Фаберли. В общем, в зависимости от того, на какую аудиторию вы будете делать вот это приглашение, вы такую мотивашку им и кидаете. Следующее, что очень важно, для того, когда вы, после того, как вы собрали команду и определились, с кем вы пойдете, очень важно, важный инструмент на сегодняшний день это телефон с мобильным приложением. Помните, когда я говорила про анкету и благозаказ, я говорила, что на сегодняшний день это уже не самый, ну такой, так скажем, важный и необходимый инструмент в рекрутинге, потому что у нас с вами есть замечательное мобильное приложение, которое позволяет непосредственно в том месте, где вы находитесь, сразу же регистрировать людей. И для того, чтобы пойти со своей командой на мероприятие, обязательно проверьте, чтобы у каждого в команде это мобильное приложение было установлено. Кроме установки мобильного приложения, я рекомендую проверить также и подключение к интернету у тех людей, которые с вами идут. Если у кого-то закончился трафик, или может быть, ну, есть какие-то другие сложности с интернетом, обязательно должен быть человек, который смог бы раздать Wi-Fi, вернее, смог бы раздать свой интернет на телефоны рядом находящихся коллег. Ну, про мобильное приложение я уже сказала, что оно должно быть обязательно установлено. И еще один важный момент, у всех людей, которые идут на это мероприятие, на это событие городское, должен быть опыт регистрации через мобильное приложение. Потому что если человек, допустим, даже имеет мобильное приложение, но всегда, но только делает через него заказы и не сделает еще ни одной регистрации, когда он начнет регистрироваться в первый раз, у него могут возникнуть вопросы. И когда вы находитесь на большом мероприятии, и, ну, вот честно говорю, да, когда мы выходим, то, ну, такое большое скопление народа вокруг нас организовывается. И если мы в этот момент будем от своего, ну, от человека, с которым работаем, отвлекаться на помощь другому, это будет выглядеть не очень профессионально. Поэтому, еще раз повторяю, опыт регистрации через мобильное приложение должен быть. Если вдруг человек не регистрировал, прямо тут, при подготовке к этому мероприятию, помогите ему делать, я так называю, тестовую регистрацию. То есть что мы делаем? Мы просто заходим в приложение, нажимаем регистрировать, и регистрируем Иванова Ивана Ивановича с телефонным номером 8900 111. Все. И смотрим, как проходит процедура регистрации. Чтобы, еще раз повторяю, для человека, который делает это впервые, не было никаких сюрпризов и нюансов. Следующее, что очень важно, уже в момент проведения мероприятия, это фоторепортажи в группы. Потому что, когда мы вот здесь приглашаем команду, конечно, мы будем говорить призывы, конечно, мы будем говорить, что с вами будет не страшно, весело и интересно. Но вот когда мы делаем фоторепортажи с предыдущих наших мероприятий, то вот этот вот клич для смотрящих, так называемый, он, так скажем, больше имеет отклик у людей, потому что они видят фотографии, видят, как мы с легкостью, интересно, весело рекрутируем, общаемся с другими людьми. И вот эти фоторепортажи, они всегда очень поднимают, оживляют наши группы. После того, как мероприятие закончилось, обязательно нужно провести анализ всей деятельности. И посмотреть, какие ожидания были, да, какие планы на это мероприятие. Посмотреть, что получили. Обязательно, если с вами были новички, отработать с ними первые контакты, собранные. И еще один очень важный восьмой элемент, о котором я говорю, это он направлен опять на то, чтобы вот эти вот ваши смотрящие из вашей команды в следующий раз захотели с вами идти. Что это, что я имею в виду, говоря, хваста? Это результаты вашей работы. Когда вы провели пункт номер 7, анализ, да, то, естественно, вы видите уже результаты достаточно прозрачные. Не примените поделиться этими результаты в ваших группах, где находятся ваши люди. Скажите, что за три часа работы на промо-акции, на каком-то городском мероприятии, мы зарегистрировали, ну там, мы в пятером, допустим, зарегистрировали 100 человек. Из этих 100 человек уже, там, допустим, 85 подтвердили свою регистрацию. И 21 в первый же день после регистрации сделали свои заказы. Ну и напоследок хочу сказать, что с нашей сегодняшней акции 1000 рублей в подарок регистрации проходят просто на ура. И такой чуть-чуть небольшой лайфхак от меня по тому, как правильно оформить каталог, чтобы он работал максимально эффективно. Я уже говорила о том, что каждый ваш каталог должен быть подписан. И иногда встречаю возражения, что человек, получивший каталог, не всегда доходит до нас в качестве нашего клиента, а регистрируется где-то в интернете. И вот чтобы этого не происходило, я предлагаю организовать, ну, вернее, сделать вам вот такой вот QR-код со ссылкой на регистрацию в вашу структуру и точно так же, как вы подписываете свой каталог, точно так же прикрепить этот QR-код, чтобы и объяснить человеку, если он захочет в интернете зарегистрироваться самостоятельно, либо посмотреть каталог, он может просто навести свой телефон на этот QR-код и один раз он попадет на сайт компании Faberlic максимально быстро, а другой раз для вас это будет гарантированный ваш клиент, не ушедший никуда после общения с вами. На этом у меня все, спасибо, что слушали. С вами была Ирина Смолярова, серебряный директор компании Faberlic. Приветствую вас, с вами Светлана Устратова, и в этом видео я расскажу о своем рекрутинговом инструменте, который у меня работает. Так как в бизнесе я 17 лет, я огромное количество разных инструментов перепробовала, и какие-то у меня работают прекрасно, какие-то я пробовала, но они мне не очень понравились, и я могу сказать из собственного опыта, что действительно на сегодняшний день рабочие, а что, ну, может быть, у меня, по крайней мере, не очень рабочие. И инструмент называется, как из холодного рынка сделать теплый. Я в свое время, когда начинала бизнес в Faberlic, я работала только с холодным рынком, то есть я не работала с теплым кругом, и этот холодный рынок очень быстро стал моим теплым. И именно они начали меня рекомендовать, начали приглашать людей ко мне на встречи, на мастер-классы, и таким образом очень быстро, за 4 буквально месяца я сделала директора. И вот сейчас, например, да, почему у меня не заканчиваются люди? Почему у меня никогда в голове нет такого, что там знакомые закончились, не знаю, где брать людей, не знаю, где рекрутировать? Потому что я всегда рекрутирую по ходу. Вот неважно, я куда-то поехала, пошла, пошла, например, в салон красоты на какую-то процедуру, поехала в другой город, лечу в самолете, еду в такси, разницы нет. То есть я всегда стараюсь с человеком познакомиться, и я никогда не предлагаю ничего в лоб. То есть у меня нет такого подхода, что я только познакомилась, я сразу говорю, там, а вы знаете про Фаберлик? Там, вот вам каталог, там, или давайте я вас подпишу. То есть я этих вот способов избегаю всегда, потому что я пытаюсь у человека найти те точки, которые действительно могут быть какими-то такими спусковыми, за что я могу зацепиться, и что я могу действительно ему предложить, важно ему, не мне, а ему. И когда вы будете фокус переводить себя на человека, тогда намного получается проще. Когда мы сфокусированы на том, что человеку может быть важно, что для него может быть в данный момент нужно, тогда человек будет откликаться. А когда мы хотим просто пойти и, там, так называемое, я пошла рекрутировать, да, там, и пошли рекрутировать, то это немножко другая технология, другая немножко история. Я такой историей не пользуюсь. То есть я всегда пользуюсь такой больше нативным способом, когда у меня происходит все по ходу и как-то особо незаметно. То есть второе, что я делаю, когда я с человеком разговариваю, я ему задаю много вопросов, всяких разных. То есть я узнаю, чем человек занимается, есть ли у него дети или нет, какие у него могут быть проблемы, возможно, в жизни. Если о проблемах человек говорить не будет, то, в принципе, чем он занимается, да, что я могу ему предложить из того, что у нас есть, как в плане продукта, так и в плане бизнеса. И когда я действительно уже с человеком пообщалась, поговорила, когда я понимаю, что я точно знаю, что я могу ему предложить, в этом случае я могу сказать, и я всегда с разных сторон подхожу к людям. Кому-то я могу предложить просто продукт, например, конкретно какой-то продукт. Не продукт Faberlic. От того, что я просто оставлю человеку каталог, это, скорее всего, ничего не даст. Как правило, люди, глядя в эти 350 страниц, они просто не понимают, что выбрать. Для них это просто картинки, это просто баночки, там, или одежда, там, или все, что угодно, да, такое продуктовое направление, которое для них никакой ценности особой не несет. И здесь очень классно, если вы человека на чем-то либо сфокусируете, если вы говорите про продукт, и выяснили эту проблему изначально, либо вы скажете, я вот пользуюсь вот этим, и вот я тебе прям рекомендую, тебе точно понравится. Это первое. Второе, если я понимаю, что у человека есть потребность в том, что, например, она мама в декрете, и у нее физически нет времени, но она хочет зарабатывать, я могу предложить ей вариант удаленного бизнеса, как можно с Фаберлик вместе удаленно зарабатывать, либо она работает, или он по найму, и страшно уходить с работы, потому что нет никакого дополнительного источника дохода, и это действительно так и есть. То есть я покажу, как можно параллельно с работой начать вести бизнес, и покажу все в цифрах. То есть я всегда логически подхожу к любым, особенно бизнес-инструментам, я никогда не говорю на эмоциях, что это так классно, так просто, вот начнешь, и все, там три месяца сто тысяч будешь зарабатывать. То есть я человеку показываю цифры реальные, и когда человек цифры видит, он понимает, что из воздуха ничего не берется. И когда мы говорим по правде, про правду, когда мы говорим действительно о тех продуктах, или может быть там о тех возможностях, которые у нас есть, которые нужны человеку, тогда человек интересуется, и потом уже сам вас спрашивает. У меня еще один есть классный метод, когда я знакомлюсь с разными людьми, интересными мне, которые могут мне какую-то пользу сделать. Я им дарю подарок. То есть я так уже делала неоднократно, и особенно с акцией, которая есть у нас сейчас, тысяча рублей в подарок, это сделать довольно просто. Мне это особо не накладно. То есть я просто беру у человека данные, я его регистрирую, у него есть тысяча рублей на счету, и я опять же онлайн всегда, это в основном я делаю, выясняю, а что человеку важно, чем она пользуется, чем не пользуется. Есть ли у нее любимая марка, там, если, например, это будет крем, готова ли она какой-то другой крем попробовать? Если это будет тушь, готова ли она другую тушь попробовать? А там, чем она, например, пользуется для дома средствами? И когда я делаю заказ, я стараюсь его делать очень насыщенным, разным. То есть я закажу, например, что-то из серии по уходу за лицом, что-то из декоративной косметики, что-то, например, там пробниками, средства для дома, шампуни, помады, пробники парфюма и так далее. И когда человек получает заказ, она может попробовать все. И дальше уже у меня очень часто девчонки делают уже и вторые, и третьи, и четвертые заказы, потому что им понравилось. И я просто, для меня это важно, сделать подарок человеку, который мне по каким-то причинам, там мы с ним что-то делали совместно, или он мне просто понравился. И вот этот вот подарок дает обратную реакцию, очень классную, и в том числе рекомендации дальше начинаются. Поэтому не бойтесь дарить подарки. Можно начинать с маленьких подарков, можно делать какие-то большие подарки. Я очень часто тех, кого я там люблю, ценю и уважаю, я очень часто делаю подарки на разные праздники, там на 8 марта, на 23 февраля, там на день какой-нибудь, например, там, не знаю, учителя, или там какой-то день профессиональный, там на день рождения. И это тоже еще раз добавляет в копилку Фаберлик. Плюс, что когда подарок человек получает, он помнит о том, что, ой, слушай, классно, точно, есть же Фаберлик, и можно в Фаберлик много что заказывать. Поэтому я никогда не циклюсь на том, что там я всех только зову на бизнес, там, или я всех только зову на продукт. Я всегда смотрю по человеку, потому что реально люди есть разные. И иногда бывает, человек может прийти на продукт, и через какое-то время может перейти в категорию бизнес-партнера. Иногда бывает, он приходит, говорит, я хочу работать, буду зарабатывать, и вроде бы начинает строить бизнес, но при этом может остаться просто потребителем. И это нормально, этот переход, он нормальный, потому что у людей меняются приоритеты в жизни, у людей меняются ситуации в жизни. И это классно, когда он может выбирать. То есть, если он сегодня хочет пользоваться, а завтра зарабатывать, ну круто, если он сегодня зарабатывает, завтра будет просто пользоваться, ну тоже бывает всякое в жизни. Поэтому самое главное, не зацикливаться. Ну еще один, на мой взгляд, очень важный момент, вам нужно разбираться профессионально и досконально в какой-либо из линеек. То есть, вот я, например, точно не специалист по парфюму, по линейке для струбостроенности, я точно дотошно не знаю линейку нижнего белья. Но при этом я прекрасно разбираюсь в серии декоративной косметики. Я ее пробую, я ее знаю, я знаю, как что себя ведет, как правильно этот продукт использовать. Я прекрасно знаю всю линейку по уходу за лицом. И когда меня человек спрашивает, то есть, действительно, я могу консультировать в каких-то определенных направлениях. А в каких-то направлениях я могу спросить совета у того человека, кто действительно в этом разбирается. И это тоже нормально. Но когда вы вообще в продукте плаваете, когда вы вообще не понимаете ни одну линейку, не разбираете вообще в продукте, то, на мой взгляд, очень сложно попасть в какую-то потребность человека. Потому что, ну, конечно, можно подобрать там стиральный порошок, средства для мытья посуды и пятновыводитель, но это и так люди покупают. И так покупают. Здесь не нужно ничего объяснять. А вот если вы вникаете и начинаете разбираться в каких-то комплексных программах, как правильно подбирать, как делать так, чтобы человек действительно получил пользу, тогда, во-первых, у вас и клиент, который к вам приходит, автоматически становится со средним, большим заказом. Во-вторых, люди вас будут благодарить. Потому что, когда человек получает результат, он, соответственно, благодарит за то, что вы ему это порекомендовали. И я таких благодарностей за свои 17 лет слышала просто тысячи, когда действительно я переубедила человека не покупать один крем, например, а подобрать комплексную программу. И действительно, там спустя месяц у человека был результат. Поэтому начните, возьмите какую-то на выбор линейку, начните в ней разбираться. И это тоже будет вашим рекрутинговым инструментом, потому что вы будете экспертом, профессионалом в этой теме. И вы на эту тему можете свободно говорить, что очень классно. Так как, если задавая любые вопросы по линейкам, вы тушуетесь и не знаете, что ответить, это говорит о уровне вашего непрофессионализма. И если вы только начали, то вы можете просто сейчас определиться, например, с теми продуктами, которые для вас важны. И смотрите ролики, читайте, изучайте, пробуйте и делитесь этим с другими людьми. Давайте подведем итог. Рекрутинговый инструмент как из холодного рынка сделать теплый. То есть первое, вам нужно, когда вы знакомитесь с людьми, в лоб сразу ничего не предлагать. Постарайтесь выяснить у человека его потребности, то, что действительно ему может быть нужно в данный момент времени, и только в этот момент делайте предложение. И если это не в первый раз, может быть сразу можно сделать, ничего страшного. Если это, например, не какая-то поездка в самолете или в такси, вы можете с человеком встретиться в будущем. Либо возьмите просто у него контакты, и вы можете там постепенно, например, списываться с этим человеком, интересоваться, как у него дела, дать ему возможность, например, получить какой-то подарок, если вы действительно видите, что перспектива может быть в этом человеке. И будьте не навязчивыми, но настойчивыми. Это вот две разные вещи. Почему иногда от сетевиков шарахаются? Потому что они навязчивые. И вот эта грань, нужно ее чувствовать. То есть, когда человек уже от вас отодвигается, а вы все равно ему начинаете или продолжаете что-то говорить. А настойчивость, это когда вы о себе иногда напоминаете. Это называется настойчивость. Поэтому будьте настойчивыми и используйте те инструменты для рекрутинга, которые вам близки и которые действительно вам дают энергию. То есть, когда вы рекрутируете, у вас должно быть это само собой. То есть, не должно быть такого, что у вас там грусть в глазах, и вы пошли рекрутировать, и вам сложно это делать. На такое люди сложно подключаются, опять же. А когда вы это делаете на энергии, на драйве, на позитиве, когда вам это нравится, когда вы идете с тем, что вы несете людям пользу, тогда и рекрутинг происходит намного быстрее, интереснее, ну и особо незаметнее по ходу. Поэтому я обожаю рекрутировать по ходу и всегда это делаю в своем бизнесе. Чего и вам желаю. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, друзья. Я, Любовь Тлеубаева, бриллиантовый директор Казахстан, город Алматы. И в нашей компании продолжается супер-мега-акция для новичков подарок тысячу рублей. Конечно же, я рекомендую всем воспользоваться этой уникальной возможностью, как можно больше пригласить новичков, используя те методы рекрутинга, о которых мы вам будем рассказывать. Сегодня я вам расскажу метод распечатка удаленных консультантов. Что это такое? Почему именно нужно обязательно испробовать этот метод рекрутинга? Именно эти удаленные консультанты, они когда-то были в нашей компании и пользовались даже нашей продукцией. И наша задача обзвонить их всех и рассказать, что есть такая уникальная акция подарок тысячу рублей. Ну, давайте начнем. С чего мы начинаем? Во-первых, мы заходим в раздел отчеты. Я рекомендую вам, когда вы зайдете в раздел отчеты, с левой стороны внизу вы увидите текущие показатели. И когда вы зайдете в окошко текущие показатели, сделать этот отчет за минусом 6-8 периодов назад. Ну, допустим, если сегодня у нас пятый каталог, то, соответственно, взять распечатку именно где-то 16-17 периода 2018 года. Далее. Мы обязательно кликаем показывать только свою структуру. И второе. Включить в отчет всех неактивных консультантов. И, соответственно, делаем эту распечатку. Распечатка у вас выйдет вот в таком варианте. Вы здесь прекрасно увидите, что есть такие консультанты, которые выделены именно красной полосочкой. Что же это за консультанты? Это именно те консультанты, которые когда-то были в ваших структурах, но удалились. И мы начинаем. У меня есть три варианта как нужно работать с этой распечаткой. Первый вариант это обзвон. Второй вариант это смс-рассылки и автодозвон. И третий вариант это работа в приложении рассылки в приложении ватсап. Давайте поподробнее начнем. Как нужно работать с первым вариантом? Обзвон. Для этого, для того, чтобы начать обзвон всех тех удаленных консультантов, в первую очередь нужно нам составить с вами несколько скриптов, несколько тестов, несколько предложений, для того, чтобы мы могли с вами позвонить и сказать о том, какая есть сейчас уникальная акция в компании Фабрик, что на определенный заказ вы можете получить целых тысячу рублей в подарок. И вот таким образом мы обзваниваем всех консультантов, которые выделены красной полоской. Я рекомендую вам делать это ежедневно и хотя бы минимум делать 10 звонков каждый день. Второй вариант. СМС-рассылки и автодозвоны через программу Медиасенд. Что это такое? Есть такая уникальная программа, которая дает нам возможность делать такие СМС-рассылки и автодозвоны. Для этого вы опять заходите в распечатку текущей показатели, как я вам уже говорила, 6-8 каталогов назад, и там мы выделяем всех красных, которые есть в нашей распечатке, и выгружаем их всех в программу Excel. С этой программы Excel мы загружаем всех красненьких в программу Медиасенд, и соответственно в этой программе мы делаем следующее. Первое. Составляем СМС-скрипт на СМС-рассылки и записываем какое-то голосовое сообщение. Соответственно, в этом голосовом сообщении СМС-рассылки мы делаем призыв к тому, что сейчас есть такая уникальная акция, компания дарит 1000 рублей на определенный заказ. И соответственно там есть кнопочка и мы ее нажимаем и наш СМС и автодозвоны они уходят автоматически. Уникальная программа, которая делает это все автоматически за нас. Третий вариант, который я использую сейчас в своем рекрутинге, это значит рассылки по приложению ватсап. Что здесь нужно сделать? Во-первых, нужно всех наших красненьких занести в телефон, создать группу ватсапе соответственно и я очень люблю именно этот метод и сделать рассылку. Почему этот метод хорош? Чем он хорош? В этом в этих рассылках вы сразу можете сделать скрипт какой-то послать, послать какое-то фото, именно где написано об этой акции подарок тысячу рублей. И сразу же там вы можете еще послать продуктовые корзины, которые мы специально создаем для того, чтобы нашим новичкам было легко ориентироваться в первом заказе. Вот. Я вам рекомендую именно обязательно работать этим методом смс-рассылки по ватсапу. Сейчас я бы хотела бы вам рассказать один такой вот скрипт, который бы вот как в качестве примера. Первое. обязательно поздороваться, представиться. Я консультант компании Фаберлик. Вы были у нас потребителем, пользовались нашей продукцией, и за неактивностью ваш номер был удален. И сейчас есть уникальная возможность, используя очень интересную акцию, вновь зарегистрироваться в нашу компанию и на первый заказ получить в подарок тысячу рублей. Вот такие скрипты у вас должны быть составлены. Для всех трех вариантов скрипты и для всех трех вариантов, если вы подготовите продуктовые корзины, то это облегчит гораздо выбор на первый заказ продукции наших новичков. вот в принципе я вам рассказала три варианта, как можно работать именно с этой распечаткой удаленных консультантов. Я вам всем хочу сказать и порекомендовать, чтобы вы обязательно использовали этот метод, обязательно использовали, почему, потому что, как я уже сказала, эти удаленные консультанты, они были у нас, и возможно они обязательно с удовольствием согласятся прийти. Я вам всем рекомендую воспользоваться акцией на тысячу рублей и как можно больше использовать методы рекрутинга и привлекать свои структуры как можно больше новичков. Я вам всем желаю удачи, успехов и до новых вас на нашем марафоне. Меня зовут Лилия Стегниева, я из Украины, бриллиантовый директор, но стала я бриллиантовым директором только потому, что рекрутировала новых консультантов, которые стали работать в нашей компании. Сейчас я вам расскажу те методы, которыми я пользуюсь сейчас и надеюсь быть вам полезной. Итак, для начала давайте определимся, что же такое рекрутинг. Рекрутинг это поиск и его влечения, поэтому нам нужно разделить его на две части. Первое поиск. Что же мы можем использовать как поиск? Сегодня я вам расскажу о вайбере, о ватсап, о телеграм и о социальных сетях, с помощью которых мы можем рекрутировать. Первое возьмите свой список контактов в телефонном справочнике и отсортируйте его. Разделите ваш вайбер справочник или ваш ватсап справочник на группы и создайте рассылку. Почему рассылку? Рассылка это новый метод, который позволяет экономить время и с помощью рассылки нажатием одного отправленного сообщения получат все участники группы. Это очень отличается от чата, куда вы добавляете всех, потому что там все видят всех и это такое групповое взаимодействие. Рассылку создать просто. Вы открываете свой вайбер, нажимаете сообщение и выскакивает такая вот площадочка, где написано создать рассылку, создать сообщество и что-то другое. Нажимаем создать рассылку и добавляем людей по схожим интересам. Например, вы можете туда добавить людей, которые например одного возраста или мамочки или может быть это люди с комбинированной жирной кожей. Вот я как косметолог добавляю еще по такому признаку. И соответственно разные группы я привлекаю на разные продукты. Давайте возьмем банальную такую простую ситуацию. Нас добавляют все время в какие-то группы. Например, турагентство тех людей, которые могут путешествовать или интересуются добавляют в чат. Не торопитесь уходить из этих чатов. Возьмите из этих чатов людей и добавьте свою рассылку. И называйте ее «Интерес путешествий». Раз. Дальше. Вы наверняка имеете какое-то отношение к детям. Может у вас есть дети, может быть племянники, может быть внуки, может быть у вас есть старшие братья и сестры. И в школьных чатах всегда есть чаты родителей. Возьмите из этого чата мамочек и добавьте в группу. Также попросите у других классов телефоны созданная такая рассылочка по интересам. Дальше. Разными способами можно взять телефоны, которые добавляются в Вайбер, Ватсап и в другие чаты. Вы можете поучаствовать в Телеграме, в каких-то марафонах, которые проводят другие компании. И там очень много потребителей, которые интересуются уходом за лицом, уходом за телом, похудением и так далее. И вы точно также можете там взять список контактов и создать свои группки. Итак, наша задача на первом этапе подготовить список контактов и понимать, как мы можем его расширять. То есть у нас должен быть источник, источники, где мы будем брать эти контакты. Где мы можем еще брать контакты? Мы можем брать контакты в социальных сетях. В социальных сетях в каждой сети есть группы по интересам. И в этих группах есть люди, которые активны. Это называется парсинг, спарсить аудиторию. Это можно делать вручную, это можно делать с помощью каких-то программ. Если вы имеете время, значит вы потихонечку заходите в группу, например, мамочки Коломны, вот я туда захожу, и беру оттуда девчонок, которые в этой группе состоят. И не просто состоят, а которые лайкают и комментируют. То есть мне интересны активные люди. И тоже их себе там либо логины выписываю, либо ники в социальных сетях, и тоже так себе формирую. Дальше под каждую группу я готовлю шаблонное сообщение, картиночки, и продумываю, какие товары им могут быть интересны. Ну вот нашим мамочкам, у которых маленькие дети, какие товары могут быть интересны, на ваш взгляд? Конечно, это могут быть товары для детей, одежда, бутылочки, сосочки, там все, что мы предлагаем. Это могут быть моющие средства. И какая у них мечта, какая у них боль? Чего они хотят? Они хотят, чтобы их детки были красивые, здоровые, одеты, как куколки. А чего они не хотят? Они не хотят, чтобы они болели, не хотят, чтобы они травмировались. И, соответственно, мы пишем публикации про наши товары с учетом интересов этой группы. И я предлагаю не напрямую говорить, возьми 300 гривен, возьми 1000 рублей, а предлагать товары, которые интересны нашему потенциальному покупателю и через рекомендации тех товаров, которые им интересны, дальше предлагать им получить денежный подарок на первый заказ. Почему? Объясню. Просто предлагать подарок тоже можно, но чаще всего тогда у таких новичков случается первый заказ. Они купили первый раз и ушли, потому что то, на что мы зовем, то человек и слышит. Если мы зовем на весь ассортимент нашей компании, нашей продукции и предлагаем пользоваться всем ассортиментом, сделав заказ и получив денежную акцию, то человек пользуется затем этим чаще и регулярнее. Поэтому, кроме того, что мы создаем список контактов, мы продумываем, какие товары из разных совершенно групп мы можем предлагать. И в одном сообщении мы можем показать ассортимент на картиночках с текстом, подписанным под этой картиночкой, чтобы привлечь человека посмотреть каталог. Не каждый готов листать каталог. Более того, вот вспомните, когда вам присылают ссылки на каталоги других компаний. Вот недавно листала каталог и в Роше, мне кажется, что там все баночки одинаковые. Они разного цвета, они по-разному называются, но желания что-либо купить, например, вообще не возникает. Почему? Потому что я не понимаю, что это за товар. Вы думаете, многие люди, которые не сталкивались с Фаберлик, понимают нашу эксклюзивность? Нет. Дорогие мои, и вот здесь я вам предлагаю еще использовать вовлечение в продукт. Через что мы можем вовлекать в продукт? Мы можем вовлекать в продукт через отзывы клиентов, которые мы выкладываем в эту рассылочку, через свои собственные социальные сети, где вы в прямых эфирах рассказываете про продукт. Об этом я расскажу немного позже и подробнее. Сейчас давайте немножечко, я вот опять сфокусирую ваше внимание, список контактов, созданные группы, которых вы будете отсылать, возможно, кому-то вы в личном сообщении будете писать и под каждую эту группу вы подбираете картиночки с продукцией. Чтобы эти картиночки красиво выглядели, чтобы на них, на каждой картиночке был написан там либо ваш телефон, либо ваш вайбер, как вам будет удобно, я предлагаю вам воспользоваться программой Канва. В программе Канва есть возможность обрабатывать красиво картинки. Это бесплатная программа, заходите на сайт канва.ком и выбираете шаблоны. Как в ней разобраться? Просто в Ютубе наберите «Как работать в программе Канва». Будет бесплатное видео, вы посмотрите, там все настолько просто, поставите себе на телефон или на компьютер и будете делать качественные красивые картинки. Кроме этого, вам нужны шаблоны текста, который будет цеплять именно ту целевую аудиторию, которую вы пишете. Вот смотрите, когда мы усредненное сообщение всем рассылаем, оно редко кого цепляет. И тогда нужно очень много сообщений разослать, чтобы получить результат. И опять же, часто у нас новички или консультанты теряют интерес к работе в социальных сетях и в рассылках, потому что выход маленький. Выход будет больше, если сообщения, если товары будут целевыми для той группы людей, к которым это относится. Например, если я взяла людей из группы турагентства, то возможно, скорее всего, им больше подойдет информация про солнцезащитные средства, чем про средства для уборки в доме. Потому что люди, которые любят путешествовать, у них больше фокус на путешествии. И мамочкам в декрете скорее интересно будет средства для дома, чем крем солнцезащитный. Но мы-то с вами любим всю продукцию Фаберли, и нам сложно говорить о чем-то одном и не говорить о чем-то другом. Поэтому я предлагаю вам в прямом эфире в сторис практически по возможности вообще каждый день выкладывать что-нибудь о продукции, которой вы пользуетесь. Какие это могут быть темы? Это могут быть уход за волосами, средства для укладки, это могут быть лицо, все, что касается лица. Вот вы делаете маску для лица, сфотографируйтесь в ней, выложите в сторис. В публикацию, вот, наверное, каждый день в публикации писать о продукции не стоит, потому что все-таки социальные сети это место, где мы общаемся с друзьями и публикуем о себе, о своей жизни, где мы вставляем фотки с детьми, с животными. И здесь ну про нас. А вот продукцию это тоже про нас, но это косвенно, это в сторис. Просто выставить фотографию продукта это уже сейчас не так работает. А если то, как вы красите губы, какой цвет, это будет цеплять. Также об уборке в доме. Взяли коротенькое видео, сняли, как вы вывели пятно. Дальше что-то по здоровью, завариваете вы себе полезную кашку или коктейль, взяли и выложили это. То есть сделайте себе привычкой в прямых эфирах по возможности каждый день делиться теми отзывами, теми идеями применения продукции, которой вы пользуетесь. Но опять же в сторис не только о продукции, но и о вас лично. Итак, где взять людей на продукт, я вам рассказала. Давайте подумаем, где взять бизнес-партнеров, которые могли бы заинтересоваться нашим бизнес-предложением. Нам нужно представлять портрет нашего потенциального партнера. Кто это? Это человек, который активный, коммуникабельный, имеет предпринимательские такие интересы, навыки и хочет каким-то образом заработать деньги. Где их найти? Я ищу таких партнеров на досках объявлений. На кит-став, мамочки, которые что-то перепродают, сначала свое, потом где-то закупают и так далее, и так далее. Также это могут быть OLX, Prom.ua и другие сайты, которые называются доски объявлений, доски продаж в интернете. Это бесплатные, как правило, сайты, либо которые недорого стоят. Я не говорю вам размещать там свое предложение, я говорю вам там брать телефоны для того, чтобы с этими людьми контактировать и приглашать их к сотрудничеству. Для них будет другое сообщение, для них, возможно, вы снимете другое видео. Для потребителя вы снимете выгоды, одноминутное видео о том, почему вы пользуетесь теми товарами, сколько преимуществ, сколько подарков, сколько экономии, сколько бонусов вы получаете. А для человека, которого вы приглашаете к сотрудничеству, вы расскажете о том, как легко можно зарабатывать дополнительные 200-300 долларов. Это тоже деньги, потому что это люди с маленьким бизнесом. И далее, когда вы рекрутируете людей разных, я вам предлагаю проводить рекрутинговый вебинар, может быть, сначала раз в каталог, потом раз в неделю, потом через день, и когда ваша команда будет расти и развиваться, у вас уже будет больше партнеров, а именно для партнеров у нас сейчас предложение, ведь те деньги, которые дает компания, они направлены на поиск партнеров, которые придут и будут иметь инструмент для привлечения большого количества людей. И уже используя эту акцию сейчас, ваши команды могут увеличиться не в два раза, а в пять, в десять, и вы выйдете на тот уровень, который вы хотите. Итак, поиск – это наш список контактов, плюс расширение этого списка. Людей приглашаем на продукт, на всю линейку продукта через прямые эфиры, через публикации, через отзывы, рассылая им либо в личное сообщение, либо в рассылку. И второе – отсматриваем людей, которые делают какие-то свои бизнес-предложения и приглашаем их пользоваться и строить бизнес. Как мы строим бизнес? Мы приглашаем на рекрутинговый вебинар, в ходе которого мы рассказываем о том, что человек получит, какие мечты он может реализовать и что для этого ему нужно делать, используя ресурсы, инструменты, о которых вы сегодня не услышали и о которых вы услышите в течение всего марафона на ближайшей неделе. Скажите, пожалуйста, готовы вы это применять? Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, пишите их в чате, я с удовольствием вам на них отвечу. От себя же я скажу следующее. Кто-то попробует и скажет, о, это не работает, а кто-то будет это делать регулярно, совершенствует то, что он услышал из того, что я рассказала и получит результат. А кто-то попробует, получит результат, обучит этому свою команду и вместе со своей командой выйдет на высокий уровень. Потому что кому-то легко говорить вживую, кому-то легче переписываться, кому-то легко проводить прямые эфиры, а кому-то проще сделать фотографию с губной помадкой и текстом написать. Но выходя со своим предложением, вы обязательно рекрутируете людей. рекрутируйте, вовлекайте, развивайте и будьте успешны вместе с нашей компанией. Продолжение следует...